День Отца, День Матери День Отца, День Матери День Отца, День Матери День Матери Мочный, помазанный, благословенный воин света. Слава Господу! Я думаю, понятно, о чем сегодня будет у нас речь. О чем? Да, давайте поговорим о мужчинах. Не так часто мы об этом делаем, Потому что женщина говорит мне, как проповеднику, приятнее и интереснее. Ну, поговорим сегодня не об интересном, а о важном. И давайте откроем вначале. Некоторые говорят, Виктор, у нас что-то бывает во время воскресного собрания. Мы не так часто, не так много Библию читаем. Сегодня я прям приготовил, у меня прям несколько листов с цитатами из Библии сегодня. Потому что там, где разговор о братьях идет, тут нужно говорить конкретно. По Библии все. Первое место. Ефесиным, пятая глава. И прочитаем с вами с 22 стиха. Обычно я это место читаю на свадьбах. Но сегодня время прочитать и не на свадьбе, но тоже в тему. 22 стих. Жены. Здесь есть жены. Я жена. Жены. Повинуйтесь своим мужьям, как Господу. В принципе, я бы поставил здесь точку. Но тут запятая. Тут запятая. Потому что... А почему? Потому что... И тут бы я поставил точку. Но там продолжение. Потому что муж есть, глава жены, как и Христос, голова церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям. В чем? Во всем. И вот тут уже и Павел поставил точку. И вот вы знаете, вот тут очень интересно. Я специально попросил, чтобы мне принесли доску. И вот здесь показаны две структуры. Первая структура человеческого общества. А вторая структура, ну, назовем так, структура Вселенной. Структура духовного мира. И мы видим, что... Вот если мы говорим с вами о структуре человеческого общества, то в структуре человеческого общества есть две основные роли. Первая роль – это роль ведущего. А вторая роль – это роль ведомого. Человеческое общество. Другая картина, которую здесь тоже упоминает апостол. Я бы назвал ее так. Космологическая картина, вселенская картина. Бог и мир. Христос и церковь. Творец и творение. И когда мы говорим о вот этой вселенской картине, большой квартире, Бог и человечество, здесь тоже есть роль ведущего и роль ведомого. Теперь, когда мы с вами переходим конкретно к рассматриванию гендерных ролей, то при всем уважении к сестрам и при всей сложности быть женщиной на этой земле, все-таки, если мы с вами возьмем женщину в семье, в обществе, какая чаще всего предназначена Богом женщине роль? Ведомого или ведущего? Конечно, конечно, ведомого, да? Ведомого. Женщина призвана. Муж, глава, жены. Правда же? Так пишет апостол Павел. И мы знаем, что большинство начальников кто? Мужчины. Большинство глав государства? Мужчины. Большинство заключенных в тюрьме кто? В принципе, тоже мужчины. Мы везде ведущие. Ведущие, да? Если мы с вами говорим теперь о вселенской картины, да? Мироустройство, творец и творение, то роль женщины в этой картине какая? Конечно, ведомого. Она ведомый как и внутри человеческого социума, внутри своей семьи, так и, конечно же, мы ведомые, потому что ведущий кто? Господь. Когда мы с вами говорим про М, то в человеческом социуме, да, роль мужчины и в семье, кем быть? Ведущим, да? Мы глава, являемся своей семьей, да? Вот. А если говорить про вселенскую картину Бога и человечества, то здесь мы кто? Здесь мы ведомые. И вот в этом вся сложность быть мужчиной. Потому что женщина как тут ведома, так и здесь ведома. Конечно, подчиняться сложно, но у нее не происходит вот этого конфликта, конфликта ролей у мужчины же все, сестры, намного сложнее. Мы, с одной стороны, в человеческом обществе играем роль ведущего, да, в своей семье. Мы ведущие там, лидеры, мужчины являются лидерами по природе своей. Но когда мы говорим о вселенской картине, то здесь мы исполняем роль ведомого. Не случайно, особенно в Ветхом Завете, часто Бог выступает в роли мужа, да? А народ, как называется? Жена, там написано в Ветхом Завете. Да, церковь – это невеста, да? Народ – жена. Поэтому часто Бог говорит, будь верной женой, не ходи там с другими богами, не прелюбодейся. Помните, да, когда Бог обращается? То есть получается, драгоценные мы, как мужчины, как предтворцом в определенной роли выступаем, в которой, как правило, и в Ветхом Завете написано, выступает роль жены. Но мы-то мужчины. И поэтому драгоценное настоящее искусство быть мужчиной – это вот, казалось бы, соединять в себе вот эти две несоединимые, вроде бы, на первый взгляд, вещи. Быть ведомым, с одной стороны, а с другой стороны – быть ведущим. И я хочу сегодня показать три примера в Слове Божьем о том, вот как вот часто мужчины не могли правильно совместить эти роли, и из этого приходили проблемы. И первая история у нас из Ветхого Завета. Давайте откроем книгу чисел 22 глава. Люди очень любят всякие, знаете, какие красивые цифры. Вот у нас недавно, на прошлой неделе было же вот это 20-02-2020. Даже, по-моему, как-то особое количество пар в этот день женилось, потому что, ну вы сами понимаете, если в такой день женишь, что-то уж о разводе и речи быть не может. Это же все знают. Вот. Сегодня мы возьмем тоже такую красивую цифру 22. Число 22. И, да, можно прямо с первого стиха читать. Потому что, может быть, некоторые тут… Есть такие люди, скажешь, Виктор, я вообще в жизни книгу чисел не читал. Поднимите руку. Если вот не читал, то по-честному, никогда не читал. Подними руку. Никогда не читал. Хорошо, начинаем с первой главы. Не, шучу. А в 22. «И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. И видел Валак все, что сделал Израиль Амареем. И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочисленен. И устрашились моавитяне сынов Израилевых. И сказали моавитяне старейшинам Мадиамским. Этот народ поедает теперь все вокруг, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сепфоров, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму в Пефор, который на реке Ефратия в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, вот, народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. И так приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят. И пошли старейшины Моавитские и старейшины Мадиамские с подарками в руках за волхвование и пришли к Валааму и пересказали ему слова Валаковы. И вот смотрите, картина. Валаак был царем Мадиамским, да? И вот они увидели израильтян и испугались их. В древние времена люди отлично понимали, что часто победа или поражение совершается еще до начала битвы. Вот внутри происходит. И я думаю, вот особенно люди, которые занимались когда-либо единоборствами, вы можете переживали эту ситуацию. Я сам все детство занимался в самбо, дзюдо. И вот я помню, когда происходит соревнование, и ты выходишь один на один с соперником, и ты смотришь на него, и вот происходит еще до начала свадки, когда вот два взгляда встречаются, и уже даже часто по этим взглядам можно уже сделать выводы, у кого больше сансов на победу. Не случайно вот даже сейчас, когда происходят всякие там большие там всякие бои без правил, то до всяких соревнований двое соперников встречаются, чтобы просто посмотреть друг на друга, испепеляющими взорами, да, вот, чтобы как-то уже, как-то вот уже показать, даже не думай, даже не думай, что ты победишь, вот они так вот встречаются, и пытаются как бы на неком внутреннем уровне уже одержать победу, потому что если твой соперник напуган, он уже наполовину проиграл. И вот смотрите, царь Валак оказался что? Напуганным, он посмотрел на Израиль и понял, не одолеть Израиль. Он вспомнил, как Бог помогал Израилю, шансов нет. И тогда он решил, нужно одержать вот прежде всего эту внутреннюю, духовную победу. И для этого он обратился к пророку того времени Валааму Валааму позвал его, чтобы Валаам благословил Моавитян, проклял Израильтян, и чтобы Моавитяне одержали победу. И вот смотрите, ситуация. И сказал тогда Валааму таким посланникам от царя Валаака, переночуйте здесь и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины Моавитские у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал, какие это люди у тебя? Валаам сказал Богу, Валак, сын Сепфоров, прислал их ко мне сказать, вот народ вышел из Египта, покрыл лицо земли, и так приди, проклини его, может быть, я приду, буду в состоянии сразиться с ними и выгнать его. И сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклиная народа сего, ибо он благословен. И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым, пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. И встали князья Моавицкие и пришли к Валааму и сказали ему, не согласился Валаам идти с нами. Валак послал еще князей более и знаменитей тех. И пришли они к Валааму и сказали ему, так говорит Валак, сын Сепфоров, не откажись прийти ко мне, я окажу тебе великую почусть, сделаю тебе все, что не скажешь мне, приди же, прокляни мне народ сей. И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым, хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь и узнаю, что еще скажет мне Господь. И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему, если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавицкими и воспылал гнев Божий за то, что он пошел и стал ангел Господин на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей и с ним двое слуг его увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке и своротил ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградником, где с одной стороны стена, а с другой стороны стена. Ослица увидев ангела Господня прижалась к стене, прижала ногу Валааму к стене, он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица увидела ангела Господня, легла под Валаамом Мне в Валаама стал он бить ослицу палкой и отверз Господь уста ослицы. И она сказала Валааму, что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз. Валаам сказал ослице за то, что ты поругалась надо мной, если бы у меня в руке был меч, то я теперь же бы убил тебя. Ослица сказала Валааму, не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою? Он сказал нет, и открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень, за то, что ты бил ослицу твою вот уже три раза, я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И вот первая история связана с этим пророком Валаамовым. И вот вы знаете, драгоценные, вот есть три качества, которые я считаю, они необходимы, необходимы для каждого настоящего мужчины. Я понимаю, что слова вот настоящий мужчина, настоящий, ненастоящий мужчина, для многих как бы это ничего не значит, но мы под настоящим мужчином подразумеваем именно то, что Бог вкладывает в каждого мужчину и показывает нам в Священном Писании, что это должно в нас быть. И самое первое, что я считаю, вот необходимо иметь каждому мужчине, это ум. Ум. Недаром говорят, что если мужчина, когда смотрит на женщину, там кто там на ноги смотрит, там кто там еще на что-то смотрит, на грудь там смотрит, то самая эротическая часть у мужчины это его ум. И, драгоценные, послушайте внимательно, вот чтобы умный человек, это не тот человек, кто все знает. Точно так же и глупый, это не тот, кто не знает. Все мы чего-то не знаем. Глупый, это не тот, кто чего-то не знает. Глупый, это тот, кто не понимает, что он не знает. Глупый, как сказано в притчах, это человек, который лишь бы выказать свой ум, там в тему, не в тему, знает, не знает, лишь бы что-то вот такое выказать, да? Вот. Потому что он по-настоящему умный человек, как я сказал, это не тот, кто все знает. Таких людей не бывает. Это тот человек, который, с одной стороны, учится сам чему-то, а с другой стороны, у него есть чему научить других. Вот почему по-настоящему умный мужчина, это тот мужчина, который, а чтобы быть ведущим, необходим ум. Но в то же самое время мужчина должен сам учиться у Господа. К сожалению, огромное количество людей перестает развиваться, когда они заканчивают учебные заведения. Закончил школу, закончил колледж, закончил какой-нибудь вуз, ну и все. Это был пик твоего развития. А дальше все по накатанной, все по накатанной, все по накатанной. И вы знаете, вот мы так устроены. Ученые говорят, что в нашем организме мозг – это самый энергозатратный орган. До третий всего, что мы кушаем с вами в течение дня, уходит для того, чтобы обеспечить нашу умственную деятельность. То есть ум очень много потребляет энергии, очень много потребляет всевозможных калорий. И поэтому, когда наш ум сталкивается с какими-то задачами, одна простая, а другая сложная, как вы думаете, какую наш ум чаще всего выбирает задачу? Конечно, простую. Он хочет экономить. Зачем много ресурсов тратить? Можно выбрать простой путь. Поэтому часто, когда мы там собираемся, открою интернет, подготовлюсь, может быть, какое-то мероприятие, ты решаешь какие-нибудь серьезные книги почитать, серьезные научные статьи скачать, открываешь интернет. И прежде чем найти серьезные научные статьи и серьезный материал, ты встречаешь несерьезную рекламу, там несерьезные социальные сети, и ты думаешь, ну сейчас немножко и зайду, чуть-чуть посмотрю, почитаю, и не заметил, как несколько часов прошло. Наш ум автоматически выбирает наиболее простые вещи, откладывая сложное на потом. Поэтому, драгоценно, я вообще считаю, что мы с вами, вот мужчины, которые являются частью Божьей Церкви, у нас есть огромная привилегия, потому что ведь как Иисус называл своих последователей, называл ли Иисус своих последователей христианами? Нет, называл учениками. По сути, каждый верующий мужчина является учеником. Я в своей жизни много раз наблюдал, чтобы действительно хорошо учить людей, я должен сам все время учиться. Жалкое впечатление вызывают проповедники, которые в своей жизни остановились на каком-то этапе развития. И они проповедуют то, что там они в 2000-е, в 90-е годы проповедовали. Никакого роста нету, никакого развития в их жизни нету. Драгоценные. Да мы сами уже по своему статусу, братья, мы уже являемся учениками. Бог дал нам книгу, Бог дал нам Слово Божие, которое мы можем изучать, читать, исследовать всю нашу жизнь. Я постоянно стараюсь где-то учиться, поэтому когда у нас в церкви какие-то курсы, школы проповедников, я не очень понимаю тех братьев, которые не рвутся, драгоценные. Если вы хотите, чтобы ваше Слово имело силу, мы должны сами постоянно двигаться и постоянно развиваться. Бог стремится нас учить, говорить к нам. А когда ты хочешь быть проповедником даже, или кем-то, но сам не учишься, не прислушиваешься к Его Слову, к Его мнению, печальная картина возникает. И вот эта печальная картина пророка, который был одарен, у него был духовный дар, валаам. Но когда к нему пришли люди с дарами, гнезья, мадиамские, что-то дрогнуло у него. Ему захотелось этих богатств. И он решил помолиться. И Бог ему сказал, не иди, я не буду проклинать Израиль. Израиль – это Божий народ. Тогда пророк Валаам сказал, ну, не смогу, не смогу я пойти с вами. Валак послал еще более знатных князей с еще более лучшими дарами. Может быть, сейчас ты согласишься. Казалось бы, Бог уже сказал тебе, пророк, ты же в этих отношениях с Богом ведомый, ведомый человек. Должен слушаться. Но часто мы не хотим слушаться. Мы хотим, чтобы нас слушались. А сами не очень хотим слушаться. И он как бы пошел снова помолиться. И вот поймите, если первая молитва была настоящей, то вторая молитва это уже была псевдомолитва, манипуляция. Что такое псевдомолитва? Мы знаем ответ. Но мы думаем, а вдруг, а может быть, а как-нибудь. И, о чудо, иди. И он пошел, пока ангел не перегородил путь. Вот, его ослицы. И тут у некоторых, знаете, возникает такой вопрос. Ну, как так? Почему Бог сначала сказал не ходи, а потом вроде бы ходи? Вот, вы знаете, вот иногда вот мы знаем ответ, но мы у Бога допытываемся не ответа, а одобрения своих желаний. Это как вот, вот у нас сколько раз было вот ситуация, вот предположим, вот собираемся мы куда-то идти, там куда-то в гости, всех одеваемся, и ребенок говорит, пока вот все собираются, можно я на улице побегаю, погуляю? А его так красивенько одели для гостей, и ты говоришь, нет, нет, подожди, подожди, вот мы сейчас и оденемся и поедем, вот подожди пока. Ну, можно я, вот еще же не собрались, можно я еще погуляю? Нет, нет, не надо, не надо, вот мы тебя красивенько одели, сейчас поедем в гости, не надо. Ну, можно, вот, и бывает вот дети, можно, 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 да иди ты. Он пошел, весь перемазался, пришел, весь такой грязный, вот это, и вопрос, кто виноват? Папа, который разрешил? И точно так же, знаете, вот мы так, Бог, вот, ну, вот, я вот, ну, можно, а вот это, нет, Бог, ну, вот, а если вот как бы, вот это, вот это, нет, Бог, ну, вот я тебя, вот, я же ходатай, я вот ходатствую, уже ходатствую, 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 да иди ты, вот уже, вот уже, поэтому у Бога есть воля блага и угодная и совершенная, не всякая воля бывает совершенная, вот, и, и вот он пошел, и вот он пошел, его перегораживает ангел, путь его, ослицы, это печальная ситуация, когда в жизни мужчина, когда мужчина Бога не видит, а осел видит, мужчина ангела не видит, а осел видит, да? Это печальная картина. Вы понимаете, какой бы ты ни был мужик, если ты не слушаешься Бога, то твои домашние животные переживать могут больше, чем ты сам, понимаете? В жизни собака твоя может Бога переживать больше, чем ты. И вот, казалось бы, прозрел, да, вот, да, оказался вот ангел, я иду не путем Божьим, вот. Ну, в конце концов, мы знаем, он пришел к царю Валаку, и на одной горе, помните, там поставили семь жертвенников, жертвы принесли, Валаам встал, и вместо того, чтобы проклясть Израиль, благословил Израиль. Царь Валак возмутился и говорит, ты что, мы тебя тут наняли не для этого же, мы же тебя наняли проклясть Израиль. Ну, что ты делаешь-то, ну, не заплатим ничего? Он говорит, ничего, давайте на другой горе еще сделаем жертвенники. Опять сделали, помните, там, жертвы принесли, да, опять помолился Валам и опять благословил Израиль. Валак был в бешенстве, да ты что, говорит, ты что делаешь-то? Мы же тебя наняли проклясть, а ты благословляешь. Ничего, на третий, помните, еще третий жертв, раз они там жертвенники поставили на еще одной горе, и точно так же там опять разложили все эти жертвы, принесли, и третий раз Валаам благословил, благословил Израиль. Вот. Валак не понимал. Но что интересно, вот там дальше, у нас в синодальном переводе, казалось бы, вот вроде бы все, на этом и закончилось. Но в Новом Завете, в книге Откровения, во второй главе говорится, но имею немного против тебя, это Дух говорит к церкви, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенное, и любодействовали. И вот, когда мы читаем об этом, становится понятно, когда в 25 главе чисел написано, уже после всех вот этих историй, когда трижды Валаам благословил Израиль, 25 глава, первый стих, «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвникам богов своих, и ел народ жертвы их, и клялся богам их, и прилепился Израиль к Ваалфи гору, и воспламенился гнев Господен на Израиля». И драгоценное, мы видим, что хотя Валаам трижды благословил Израиль, но ему так хотелось тех даров, тех богатств, которые были у царя Валаака. И тогда Валаам дал совет царю, он говорит, понимаешь, я не могу проклясть Бог за них, но если проблема не может прийти извне, проблема может прийти изнутри. И Валаам посоветовал царю Валааку, да нет, мы не можем проклясть Израиль, Бог за них, но если Израиль будет жить нечестивой жизнью, то сам Бог тогда разгневается на израильский народ. И Валаам научил царя Валаака. И там какие-то женщины, там написано, какие-то женщины с дочерьми Моава, с ними начали блудодействовать народ Израиля. То есть они ввели в соблазн. Царь Валаак и Моавитяне сделали так, чтобы израильтяне стали жить греховной жизнью, нечистой жизнью. И поскольку не могли они проклясть извне, они развратили Израиль. И сам Бог тогда на Израиль разгневался. И не случайно, вы знаете, очень часто именно пророка Валаама называют горе пророком. Этот пророк, который... У него всегда была проблема вот учиться у ведущего, потому что настоящий мужчина – это не просто тот, кто может говорить мудростью, но тот, кто сам питается мудростью. Причем не до 20, не до 25 лет. Всю жизнь мы призваны, братья, расти, развиваться, подниматься. Вот тогда в нашем слове будет мудрость. Тогда в нашем слове будет благословение. А не как Валаам, который вроде бы был пророк, у него было такое крутое служение, ну, вроде бы играл роль ведущего, и к нему обращались цари даже, зная духовную силу этого человека. Но в духовной жизни он, в конце концов, не захотел быть ведомым. Он и тут точно так же хотел занять роль ведущего. И наперекор воли Божьей, наперекор Слову Божьему что-то утверждать свое. И таким образом пророк превратился в горе пророка, а у израильского народа из-за таких горя пророков пришло куча, куча, куча проблем. Поэтому драгоценное самое первое. Мы призваны быть, братья с вами, умными. Умный человек – это тот, кто с одной стороны мудро ведет, а с другой стороны всегда учится и наполняется снова и снова мудростью у Господа. Легко следовать за таким мужем, который сам следует за Богом. Легко учиться у такого мужа, который сам постоянно учится Слову Божьему. Правда же драгоценное? Вторая история тоже из Ветхого Завета. И давайте откроем книгу «Бытие». Тут вообще, конечно, можно много читать. История очень длинная. Но мы прочитаем маленький кусочек. 24 стиха. 24 стиха. «И остался Яков один. И боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». И Яков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Яков». И сказал, «Отныне имя будет тебе не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Яков, говоря, «Скажи имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому, Пенуэл, ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое». Драгоценное. Второе качество, которое я абсолютно убежден, оно, конечно, должно быть у всех, но у нас, у мужчин, у братьев, должно быть больше, наверное, прежде всего. Бог сотворил нас, с одной стороны, умными, с другой стороны, Бог желает, чтобы мы были сильными. И сила мужчины проявляется не только в том, что мужчина, он и физически как-то более крупный, и мускулатура у мужчины, как правило, более развитая, но сила, мы понимаем, касается также нашей внутренней жизни. Сила наша в надежности, в верности, в том, что мы исполняем свое слово. То, что если мы говорим, то мы стремимся сделать все, чтобы не быть брехунами, да? То есть, сила проявляется в нашем характере. В нашем характере. У Бога для Иакова были чудесные обетования. Изначально Бог сказал, что старший будет в подчинении у меньшего брата, а Яков был меньшим братом. То есть, он знал, что у Бога для его жизни большие планы. Но как он эти планы реализовывал в своей жизни? По-человечески. То есть, правдами, неправдами. Там обманет, там театр сделает. Всякими правдами, неправдами выманивал благословения у своего отца, обманывал постоянно, хитрил. Не случайно даже вот само имя Яков. Обманщик. И поэтому, когда однажды он уже вот этими своими всеми манипуляциями, всеми хитростями, он однажды сам уже загнал себя в угол. Когда с одной стороны, там, брат на него шел, старший, рассерженный, да? Идти ему было уже некуда. Он оказался сам в ловушке. И вот в эту ночь он боролся. И написано, с ним боролся некто. И когда мы читаем эту историю, мы понимаем, он с Богом боролся. И странным кажется, как это можно с Богом бороться? Но все дело в том, что жизнь многих как раз и напоминает вот эту картину борьба человека с Богом. И что интересно, вот в этой борьбе нашей с Богом, как это ни странно, мы можем Бога одолевать. Но когда ты в своей жизни Бога одолеваешь, ты проигрываешь. А когда ты сдаешься перед Богом, ты побеждаешь. Вот почему Иаков боролся с Богом. И как это ни странно, он Бога побеждал. Это картина всей его жизни. Как он своими манипуляциями, обманом, хитростью, ложью постоянно подавлял, побеждал Божью правду, Божью истину в своей жизни. Драгоценные, с одной стороны, мы сильные, мы ведущие. Но перед Богом все мы слабые, все мы дети. Важно, чтобы мы не боролись с Богом, а принимали от Бога, принимали Его истину, принимали Его ценности. И именно ценности Бога, которые мы принимаем как дети и формируют наш сильный характер. Если же мы, наоборот, боремся с Богом и не принимаем, то наш характер становится слабым. И мы, как ведущие мужчины, превращаемся в живых, как вот Иаков, обманщик. И у каждого должен наступить такой этап, хочешь быть по-настоящему ведущим, по-настоящему сильным, ты должен смириться перед Богом. Не случайно у Иакова после той ночи, когда он боролся с Богом, у него была повреждена нога, да, и он с того момента хромал. И вы знаете, точно так же есть словно люди, на которых отметина есть, это отметина невидимая, а это отметина не физическая, это внутренняя отметина, когда ты словно в своей жизни смирен перед Богом. И вот это отметина мужчина, который смирен перед Богом. И одновременно вот в этой казалось бы слабости, казалось бы смирении, казалось бы вот это проигрыше, ты подчинен у Бога. В этом заложена как раз величайшая сила, величайшая власть, только люди, проигравшие Богу, смиренные пред Богом, только те люди, которых Бог одолел, и они приняли Божьи ценности, Божьи убеждения, Божью истину, только такие люди могут быть по-настоящему сильны. Силен только тот, кто проиграл Богу. Слаб это тот, кто всю свою жизнь одолевал Бога в своей в своей судьбе. И вот таким образом Яков вышел с хромой ногой, но удивительно, он вышел сильным, потому что Бог теперь был его главой, и он уже был не Яковом, Бог ему даже имя поменял. Кем он стал теперь? Израилем. И вот вы знаете, драгоценное, я вот иногда смотрю на некоторых братьев, и в нашей церкви, и не только, и иногда так много в нас вот этого Якова сидит. И борешься, и борешься с Богом, и одолеваешь, и одолеваешь. И, казалось бы, такой молодец, самого Бога одолеваешь. А радости от таких побед нет, благословения от таких побед нет. Настоящий, сильный мужчина это тот, кто знает свое место и не пытается везде быть главным. Но есть моменты, когда ты понимаешь, есть главный над всеми главными, есть сильный над всеми сильными. И по-настоящему вести ты можешь только, если сам по-настоящему ведом Господом. И все доскажут Аминь. И третью возьму историю из Нового Завета. Давайте откроем Евангелие от Иоанна 12 главу. Евангелие от Иоанна 12 глава. И прочитаем с вами с первого стиха. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария уже, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов, Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». И вот третий мужчина, о котором я хотел бы сегодня с вами поговорить, это один из учеников Иисуса Христа, Иуда Искариот. И вот когда мы говорим об этом, наверное, человека, который является воплощением предательства, коварства, мы часто забываем, что этот человек был одним из 12 апостолов. Он имел то, о чем, наверное, многие из нас бы мечтали. Три года ходил вместе с Иисусом, следовал за Ним, слушал Его учения. Я говорю, первые два качества. Мужчина призван быть умным. Потому что наш Бог всезнающий, всеведущий, наш Бог умный. Второе качество. Мужчина призван быть сильным. Наш Бог всемогущий, наш Бог всесильный. И третье качество. Мужчина призван быть по-настоящему любящим. Наш Бог есть тот, кто является любовью. Бог есть любовь. И мы знаем, что Бог больше всего и прежде всего, несмотря на то, что Он все так чудесно создал, чудно сотворил, прежде всего и больше всего Он любит нас с вами, человечество. Бог любит своих детей. и ради нас, чтобы мы были спасены, Он послал на землю своего единородного сына, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И вы знаете, если мы хотим по-настоящему быть лидерами в своей семье, там у себя на предприятии, может быть, быть в бизнесе, которым ты занимаешься, ты должен понять, что самое ценное из всего, что тебе доверили, это не вещи, не машины, не квартиры, не деньги, это люди, потому что все однажды станет прахом. Настоящий мужчина это тот, кто является любящим, он любит, любит свою семью, свою супругу, своих детей, своих родителей, и он не просто любит, а старается жить ради них. Вот таким был наш Господь Иисус Христос, который часто служил, несмотря на усталость, а ведь он был сыном человеческим, он также уставал, утомлялся, ему было тяжело, но когда он видел, что к нему еще приводят больных, немощных, он снова служил и молился, хотя ему было трудно, ему, как каждому из нас, хотелось бы, наверное, отдохнуть, но он трудился. Почему? Да потому, что он любил. Вы знаете, какое жалкое впечатление представляют из себя мужчины, которые достигают каких-то позиций лидеров в обществе, в бизнесе, в политике, в религии, вроде бы есть позиция, но вот у творца забыли одну вещь перенять. Любовь. как Иуда, который так и не научился любви. Для него земные сокровища, 30 серебряников, оказалось важнее, чем жизнь. я думаю, один из фильмов, который практически все здесь видели, старинный фильм еще советского времени, место встречи изменить нельзя. Видели все этот фильм? И вы знаете, вот в этом фильме главную роль сыграл Владимир Семенович Высоцкий, он сыграл Жеглова. И Высоцкий настолько харизматичен, что по сути, может быть не все знают, но он несколько поломал ту идею, которую братья Вайнеры заложили в свою книгу. А идея была такая, было показано вот этих два работников Мура. Шарапов, помните, да, его? И Жеглов, которого играет Высоцкий. И Жеглов как раз предоставлял себя такого человека, с одной стороны сильного, но для которого всегда цель оправдывала средства, который как бы часто переступал, если считал, что так надо через голову людей, да? И Вайнеры, они хотели показать, насколько опасен вот такой человек, как Жеглов. Но Высоцкий так блестяще сыграл, что никакого отторжения его образ у нас не вызывает, хотя он должен был вызывать. И один, наверное, из ключевых моментов, который, я думаю, многие из вас запомнили, когда, помните, Жеглов был уверен, да, что Груздев был убийцей, Груздева играл Юрский, помните, да? Он был уверен, что это, да? А если Жеглов был в чем-то уверен, всеми правдами и неправдами, как помните, тому кирпичу он подсунул, косылек, косылек, какой косылек, косылек подсунул. И таким образом, как бы кирпича взяли с поличным. Но хорошо, что кирпич на самом деле своровал. А если бы Высоцкий был уверен, что так произошло, а на самом деле так не произошло, он все равно бы подсунул кишелек, но это уже было бы ложь. Понимаете, да? И вот точно так же Высоцкий был убежден, что Груздев, которого играл Юрский, является преступником. Вот. И он делал все, чтобы посадить Груздева. Пока ближе уже к концу фильма не вскрылось, что Груздев ни в чем не виноват. Я думаю, вы, как и я, помните вот этот момент из этого фильма. Сильный очень момент, когда Груздев собирается уходить, Высоцкий даже не пошел с ним попрощаться, ему стыдно было, что он столько времени гнобил невиновного человека. А пришел Шарапов, чтобы как-то принести свои извинения. И вот эти слова, которые Груздев сказал Шарапову, помните, плохой человек твой Жеглов, для него люди словно мусор, он через любого переступит и через тебя, если нужно будет. Помните эти слова? И вот вы знаете, вот эта ужасная ситуация, когда у человека появляется власть ведущего, лидера, мэра, президента, пастора, епископа, кардинала, папы римского, патриарха всея Руси, да любая должность, любая маломальский портфель, но что-то в этом человеке, вроде бы и ум у него есть, и сила есть, только для него люди как мусор. Что такой человек может понаделать? Вся человеческая история показывает нам, что могут понаделать мужчины, для которых люди как мусор, которые ради своих амбиций, своих безумных идей готовы миллионы посылать на смерть. Вся история 20 века мировые войны показывает, что значит, когда для кого-то, кто получает должность, звание, позицию, жизни человеческие не представляют никакой ценности люди для него как мусор. И каким бы умным, каким бы, как я говорю, сильным не был, но настоящий мужчина это тот, кто является любящим, потому что в отношениях с Богом, который лидер, мы перенимаем и его ценности, и его истину, и самое главное, мы должны перенимать его любовь. Как апостол Павел говорит, любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым данным нам. Все имеет смысл, только если есть в нас настоящая Божественная любовь. И братья, да, можешь выйти, в конце можно много говорить о разных необходимых для мужчины качествах. Но вот сегодня я хотел бы именно три качества выделить на основании этих трех примеров. Мужчина призван быть умным. Еще раз подчеркиваю, умный не всезнающий. Умный это который сам всю жизнь учится. Только тот, кто всю жизнь учится, а никогда учился, является по-настоящему умным человеком. Бог призывает нас и в этом благословении прежде всего нас, братья, мужчин, всю жизнь развиваться. Как легко и приятно следовать за тем, кто сам всю жизнь развивается. А не те люди, которые до какого-то момента доросли, братья, да, а потом просто понакатаны, понакатаны, понакатаны. И мы не заставляем наш ум браться за сложное. Мы даем ему легкие вещи, а ум сам выбирает уже легкое. Меньше затрат, экономия, казалось бы. И таким образом появляются мужчины, которые много, много могут говорить, и у них куча есть разных теорий, но сами не учатся. и так ужасно слушать таких мужчин, которые думают, что они умные, но которые давным-давно остановились на каком-то уровне и не идут дальше. Во-вторых, мужчины призваны быть сильными. Сильный это тот, кто может всегда быть слабым в присутствии Господа. именно слабый скажет я силен. Когда ты приходишь к Богу и наполняешься Его силой, наполняешься Его благословением, когда ты понимаешь, он сильный, как Иаков, не надо тебе его побарвать, сдайся перед Ним, и тогда ты уйдешь, когда ты слаб перед Богом, когда Бог побеждает в твоей жизни, тогда ты сам становишься сильным, а когда ты побеждаешь Бога в своей жизни, сильнее Бога, ты слабым становишься. Такой парадокс. И третье качество это любовь. Настоящий мужчина тот, кто должен любить. Жить не ради денег, не ради вещей, не ради машин, не ради квартир, жить ради людей, которых Бог тебе доверил. Твои близкие, твои родители, твои родственники, твои дети, твоя семья, твои внуки, уже у многих тут и внуки есть. Когда ты живешь и любовь мотивирует тебя, ведет тебя, тогда ты для своих близких представляешь Бога. Я помню, был так счастлив, когда однажды одна из моих дочерей мне сказала, говорит, пап, я до сих пор верю в Бога, только потому, что ты такой. Я думаю, если Бог такой, как ты, я хочу в такого Бога верить. Вот вы знаете, вы не подумайте, что я себя с Богом сравниваю, но я счастлив, что мои дети во мне видят характер того Бога, о котором я проповедую. Это так ужасно, когда в семье дети слышат одно, а видят совершенно другое. Я абсолютно убежден, что мы отцы, мы мужья призваны представлять Бога, чтобы мы могли сказать, как в свое время сказал Иисус, видящий нас в семье может видеть небесного Отца, который через нас действует, являет свою силу, ведет, направляет и самое главное, любит. И каждый верующий да скажет Аминь. Закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, мы благодарим Тебя за этот день, когда мы можем читать Слово Божье, наполняться мудростью, наполняться вегением, наполняться Твоей благодатью. Я прошу Божья, благослови каждого брата нашей церкви. Знаете, давайте так сделаем. Вот братья, только одни братья, давайте встанем сейчас. всемогущий Господь, а вы, сестры, посмотрите на братьев, которые рядом с вами вокруг стоят и молись, чтобы эти были настоящие мужи Божьи. Всемогущий Господь, благослови каждого брата нашей церкви, чтобы Божьим мы воплощали всего, казалось бы, несовместимое, чтобы мы сами были ведущими и одновременно ведомыми. Сами, Господь, играли роль лидеров в жизни нашего общества, в жизни нашей церкви, Господь. И одновременно подчинялись, когда общаемся с Тобой, Господь. Слушали из Тебя и следовали за Тобой. Благослови, Господь, каждого брата укрепи. Я молю, мой Бог, чтобы каждый брат нашей церкви не останавливался на достигнутом, но развивался. Благослови, мой Бог, чтобы мы были Твоими учениками, учились, набирались мудрости, знания, веденья, Господь. Я молю, мой Бог, каждый брат нашей церкви, умный, благословенный, наполненный Твоей мудростью человек, по имя Иисуса Христа, благослови, развитие, рост. также мы молимся, чтобы каждый брат нашей церкви был сильным, сильным в своем характере, Господь, сильным в своем воле, в своих решениях, Господь, и для этого, чтобы мы были податливыми и слабыми в Твоем присутствии, чтобы ни один из нас не боролся с Тобой, чтобы, Господь, мы боролись за Тебя, но не с Тобой, чтобы, Господь, мы всегда были проигравшими в духовной жизни, чтобы Ты всегда побаровал нас, Господь, и чтобы Твоя воля, Твои ценности всегда побеждали в нашей жизни. Я также молю, мой Бог, чтобы каждый брат нашей церкви был любящим, умным, сильным и любящим Господь, чтобы мы наполнялись Твоим знанием и передавали другим, наполнялись Твоей силой и передавали другим, наполнялись Твоей любовью и делились с этой любовью со всеми окружающими нас людьми. Благослови, Иисус, благослови, Иисус, благослови, Иисус, слава Тебе, честь и хвала за каждого брата, укрепи во имя Иисуса Христа. И давайте, братья, все скажем сейчас пред Господом, все вместе с верой скажем, всемогущий Господь, спасибо Тебе за то, что Ты создал меня мужчиной, благослови меня, что я бы был настоящим мужчиной по Твоему сердцу, благослови, Божием, мудростью, знанием, умом, развитием во имя Иисуса Христа. Благослови, чтобы я был сильным в характере, в своей воле. Благослови, Господь, чтобы Твоя любовь наполняла меня, мои слова, мои дела, во имя Иисуса Христа. Да будет Тебе вся слава, вся честь и вся хвала. И каждый брат да скажет Аминь. ХристаT